Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Мы озвучим Новый Завет с толкованием блаженного фефилакта. У нас вышел такой трехтомник. Увидеть, как это выглядит. И здесь же комментарий 297. Итак, это у нас номер 8. Восьмой ролик идет на Евангелие от Иоанна, 6 глава, 45-47. Итак, у пророков написано «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Исайя 54, 13. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Толкование фефилакта блаженного. У пророков говорит, написано «И будут все научены Богом». Исайя 54, 13. «Все, разумеется, желающие. Отец есть общий учитель, через откровение достойным, дающий знать о своем сыне. Ибо касаясь сердец простых и незлобивых, открывает им сына, подобно как и Петру открыл его». Матфея 16, 17. «Итак, слышащий от Отца, то есть принимающий откровение Отца и делающийся истинным Его учеником, приходит ко мне. Ибо недостаточно слышать, надобно еще оставаться и учиться. Тогда учились познанию о Боге через людей. А ныне, когда воплотился единородный, познание бывает от самого Отца во Святом Духе. Так что исполняется пророческое слово «Во свете тебе, Отца, то есть в Духе, узрим свет, который есть в Сын». Псалом 35, 10. «Подлинно, все мы, которые приняли веру во Христа, научены ныне Богом». Комментарий Игнатия Лапкина. «С чего же начинать сегодня батюшкам, если они поняли всю трагичность положения в православной церкви? В первую очередь, они должны согласиться, что не имеют духовного рождения и должны родиться свыше, то есть от Бога, через слово Его, и к этому уже рождению приводить свою паству. Кого-то Слово Божие коснется, и эта душа останется, и с ней придется заниматься конкретно, проходя Новый Завет главу за главой по толкованию блаженного феофилакта. И как бы ни соблазнительно было пойти обычной проторенной дорогой в акти акафистов, пение кондаков, но все же следует признаться, что жизнь дает только Слово Божие. Недостаточно слышать, надо бы еще и оставаться и учиться. Если пастырь не рожден духовно, этой общине ничто не поможет. Может быть, будет трудиться на духовной ниве кто-то из мирян, но, как правило, священник сторонним наблюдателем не остается. Он сразу же начинает преследовать, гнать любителей Слова Божия, наклеивая им ярлыки. Бороться с таким пастырем не нужно, за него следует молиться, приглашать на свои занятия. Если же он ничего не осознает, Бог может просто его убрать. Недостаточно слышать, надо бы еще оставаться и учиться. Сегодня люди боятся слова раскол, а его бояться не нужно. Иногда отделения, даже раскол, бывают полезными. Деяние 19.9. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Главное, чтобы с исследователями Слова Божия был страх Божий и связь с епископом, который не является отступником. Двукратный собор 15 правило. Ибо недостаточно слышать, надо бы еще оставаться и учиться. Иоанна 6.48.51 Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я, хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Толкование. Я, говорит, есмь хлеб жизни. А есмь хлеб жизни. А есмь ману умерли. Не просто прибавил слово в пустыне, но с целью показать, что манна ненадолго стала отцам в пустыне столько, а в землю обетованную она не вошла с ними. Сей же хлеб не таков, но пребывает вовек. Так что они, если захотят, получат благо гораздо большее, чем отцы их. Заметь, что хлеб, вкушаемый нами в таинстве, не есть образ тела Господня, но есть самая плоть Господа. Ибо не сказал он, что хлеб, который я дам, есть образ плоти моей, но есть плоть моя. Сектанты так говорят, образ, образ, образ. У них нет таинства, ни у кого. Ибо хлеб, все неизреченными словами, через таинственное благословение и наитие Святого Духа притворяется в плоть Господа. Никто да не страшится веровать, что хлеб становится плотью. Ибо когда Господь ходил во плоти и принимал пищу из хлеба, то хлеб Всевкушаемый применялся в его тело и уподоблялся святое его плоти. И по обычаю естества человеческого служил к возрастанию укреплению. И ныне хлеб Всевкушаемый применяется во плоти Господа. Как же, скажут нам, является не плоть, а хлеб? Это для того, чтобы у нас не было отвращения к яству. Ибо если бы нам показывалась плоть, мы неприятно располагались бы к причастию. А теперь, когда Господь не снисходит в нашей слабости, таинственная пища нам является такой, какая у нас бывает обыкновенно. Он отдал плоть свою на смерть за жизнь мира, ибо смерть свою ею разрушил смерть. Разумей, пожалуй, под жизнью мира и воскресения, ибо смерть Господа произвела всеобщее воскресение для всего рода человеческого. Может быть, жизнью мира он имеет и жизнью в святости и блаженстве. Иоанна 6, 52, 55 Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истина! Истина! Говорю вам! Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь и имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Толкование. Иудеи, услышав о вкушении плоти Господней, не верят, поэтому и произносят слово «неверие» «Как?» Ибо, когда входят в душу помыслы неверия, тогда сопревосходит и слово «как». Посему, когда мы слышим, что не вкушая плоти Сына не можем иметь жизни, мы должны иметь несомненную веру при принятии божественных тайн, а не спрашивать «как?». Ибо душевный человек, то есть следующий помыслом человеческим, душевным или естественным, не принимает сверхъестественного и духовного. 1 Коринфянам 2.14 Так и духовной пищи плоти Господней Он не разумеет. Между тем, непричащающиеся Он и не будут иметь участия в жизни вечной, как не принявшие Иисуса, в которой есть истинная жизнь. Ибо вкушаемая есть плоть непростого человека, но Бога, и могущее боготворить, как соединенные с божеством. Она есть истинная пища, так как удовлетворяет не на малое время, не портится, как приходящая пища, но способствует к вечной жизни. Подобным образом и питье крови Господней есть и истинно питье, потому что утоляет жажду не на время, но пиющего охраняет от жажды и нужды навсегда. Как и Самарянке говорил Господь, пиющий воду, которую Я дам, не будет жаждать. Иоанна 4.14 Ибо кто через причащение божественных тайн получит благодать Святого Духа, тот не будет, подобно неверующим, ощущать ни голода, разумного, ни жажды. Иоанна 6.56-58 Здесь мы научаемся Таинству Причащения. Едущий и пиющий плоти кровь Господа пребывает в самом Господе и Господь в нем. Старанное и непостижимое бывает соединение, так что Бог пребывает в нас, а мы в Боге. Не страшное, слышишь ты, учение? Мы вкушаем не самого Бога, ибо Он неосязаем и бестелесен и необъятен ни для глаз, ни для зубов, не опять вкушаем плоти простого человека, ибо она не может принести никакой пользы. Но как Бог неизреченным смешением соединил сам с собой плоть, то и плоть животворит не потому, будто применилась в естество Божие, нет, но по подобию раскаленного железа, которое и остается железом и обнаруживает силу огня, так и плоть Господня, пребывая плотью, оживотворит как плоть Бога Слова. Как Я, живу Отцом, то есть потому, что родился от Отца, который есть жизнь, так и едущий меня жить будет мною, соединившись и как бы притворившись в меня, могущего оживотворить. Когда даже слышишь, что Я живу, не думай, что Он живет по причастию жизни, иначе Богом называлось бы животное, но нет, ибо ни животное не называется Богом, ни сотворенное жизнью. Часто повторяют слова Отцы Ваши Елимана в пустыне, для того, чтобы убедить слушателей, что если можно было питаться людям без жатвы и сения в течение сорока лет и жизнь их поддерживалась, тем более ныне Господь подкрепит нашу разумную жизнь лучшим хлебом, плотью свою, образовавшуюся из земли, девы, бесения мужа, везде упоминают о жизни и часто приводят это имя, потому что ничто так неприятно людям, как жизнь. Иоанна 6, 59, 62 Сие говорил Он уча в синагоге, уча в Капернауме, многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать, но Иисус, зная в Сам Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас, что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, толкование, для чего Он учил в синагоге, частью для того, чтобы привлечь больше людей, частью для того, чтобы показать, что Он не противник закону, читаемому в синагогах. Почему же Он произносил перед народом такие речи, когда знал, что никто не получит от них пользы, и многие даже соблазнятся, ибо ученики Его, услышав их, говорили, слова сей странны, кто может слушать это. Какая же польза от всех слов, очень большая и важная. Они постоянно упоминали о телесной пище и выставляли на вид манну, показывая им, что все это было образами и тенью, а что Он ныне говорит, то истинно. Говорит сие и упоминает о духовной пище, для того, чтобы убедить их, сколько-нибудь отклониться от чувственного и оставить образы и тень, а устремиться к истине. Но они, не будучи в силах понять ничего сверхъестественного, не улучшаются, а даже отвращаются и говорят слова сии странны, то есть суровы и неудобоприемлемы. Ибо кто, будучи плотян, может принять духовную пищу, хлеб, сходящий с небес, плоть вкушаемую? Когда же слышишь, что ученики отстали от него, не понимай этого об истинных учениках, но о тех, которые следовали за ним, в ряду учеников и одним только видом показывали, будто учатся от него. Ибо и между учениками были некоторые, которые по сравнению с народом назывались учениками его, потому потому что проводили при нем времени более, чем народ, но в сравнении с истинными учениками его не стоили ничего, так как верили ему на время и так сказать от холодной горячности. Смотри, какое неразумие. Нужно бы спросить и узнать, чего не знают, а они отступают и ничего не понимают в духовном смысле, но все по внешности. Слыша о плоти, они и думали, что он принуждает их сделаться плотаяцами и кровопийцами. Но мы, понимающие это в духовном смысле, не только не плотаяцам, а даже освящаемся такой пищей, желая показать им, что от него, как от Бога, немало не укрываются сердечные их помыслы, говорит, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите меня по виду Сына человеческого, восходящего на небо, где я был прежде, ибо один и тот же восходит как человек туда, где был прежде, как Бог, сказался я для того, чтобы отвлечь их от мнения о нем, как сыне Иосифа вам. Ибо кто поверил, что он прежде был на небе, тот без сомнения поверит, что он и не сын Иосифа, а Божий, и, наконец, поверит и речам его. Слыша, что сын человеческий был прежде на небе, не подумай, что тело не зашло с неба, так пустословят ересеначальники Маркел и Аполлинарий. Но как один и тот же был сын человеческий и Бог Слова, то, как мы сказали, говорится, что он восходит как человек туда, где был прежде, как Бог. Иоанна 6, 63-64 «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его толкование. Они понимали слова Христовы по-плоцкому и соблазнялись. Посему он говорит, что духовное только понимание слов моих полезно, а плоть, то есть плотское понимание их, нисколько не полезно, а бывает поводом к соблазну. Так они соблазнялись, понимая слова Христовы плотски. Присовокупляет, что слова, которые я говорю, суть дух, то есть духовный, и жизнь, и не имеют ничего плотского, а доставляют жизнь вечную. Иоанна 6, 65 по 67. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него, и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли вы отойти? Полкование. Часто мы говорили, что когда слышишь, что отец дает веру в сына, не думай, что одним отец благотворит, а другим нет, по жребию, ибо это свойственно неправедному. Ну, так понимай, что отец благодетельствует и дает дары веры тем, у которых есть произволение, ибо не имеющие произволение не получат пользы от помощи Божией. Объяснюсь, Бог дает всем свои дары. Одни принимают и хорошо потребляют данное, и, сохраняя онное, показывают дар Божий, а другие принимают, но теряют данное и оказываются ничего не получившими. Итак, когда евангелист говорит, что кому не будет дано от отца, тот не может прийти к сыну, то слова его значат, что приходит к сыну тот, кому дает отец, и кто сохранит подданный ему от Бога дар. Многие из учеников отошли назад, то есть отделившись от него, не пошли к лучшему, но возвратились назад, то есть к неверию. Ибо поистине кто отделяется от Христа отходит назад, а кто подобно Павлу прилепляется к Господу, 1 Коринфянам 6.17, тот постоянно простирается вперед, филиппийцам 3.13. Он же показывая, что не нуждается ни в ком и не в служении или попечении от них, говорит им, не хотите ли вы отойти? Почему напротив он не похвалил 12 учеников за то, что они не отошли вместе с прочими? С одной стороны, чтобы сохранить достоинство учителя, а с другой показать и нам, что таким образом можно еще более привлечь, ибо если бы он похвалил, то они, быть может, испытали бы нечто человеческое и возгордились, думая, что своим последованием за ним одолжают его, а показывая, что не нуждаются в их следовании за ним, он более мог удержать их как более благодетельствуемых, чем благодетельствующих и получающих благодать, а не дающих. Примечай, как благоразумно он выразился, не сказал отойдите, ибо это означало бы отталкивать, но спрашивает, не хотите ли отойти, таким образом представляет полную свободу следовать или нет, показывая, что он хочет, чтобы следовали за ним, не из стыда пред ним, но по сознанию, что за последование получит благодать. Иоанна 6-68-71 Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус отвечал им, не 12 или вас избрал я, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде, Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будущий один из 12 толкования. Петр, имея нежную любовь к нему и братьям, отвечает за весь лик апостолов. Он не сказал, Господи, кому я пойду, и я познал и уверовал, но к кому пойдем, и прочее. Говорит, что Господь имеет глаголы вечной жизни, потому что слышал, как он говорил, верующего в меня я воскрешу, и он будет иметь жизнь вечную, ибо они уже приняли истину воскресения и все учение. Посему причиной соблазна были не слова Христовы, но невнимательность, нерадение и неблагодарность слушателей. Ибо Исии 12, слыша тоже, и однако же, не соблазнились, но прибыли верны. Что же Христос? Одобряет ли Петра, как это сделал он при другом случае, Матфея 16, 17, Никак нет, для того, чтобы не показаться льстящим за то, что он прибыл с ним, что же говорит он Петру? Я избрал вас 12, однако же не все вы достойны всего избрания, но один из вас дьявол. Это можно понимать двояко, или потому дьявол, что и теперь все мое извращает и ничего из он не принимает, или потому, что он клевещет меня, и не обнаружил его, и не оставил совершенно неизвестным. Первое сделал для того, чтобы он потеряв стыд, не сделался упорнее. Другое, чтобы он не без страха совершал отважный поступок, и не думал, что он скроется. От сели мы научаемся и тому, что Бог не делает добрыми принужденно и насильственно, и что избрание Божие не стесняет нашего произвола, и когда он зол, не принуждает сделаться добрым. А избрание Божие состоит в том, что Бог предрасполагает нас к добру, и дарует нам свою благодать. Спастись же и поступить достойно избрания, или наоборот, это зависит от нашей мысли и воли. Пусть не заблуждаются манихеи. Мы злы не от природы. В всем случае в нас постоянно действовала бы злоба. Но вот Иуда не всегда был зол, а был некогда и свят. Значит, зло и рождается, и растет от произвола. Иоанна 7, 1, 5. После всего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, постановление кущей. Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. толкование Иисус удаляется от убийц иудеев не потому будто боится смерти, ибо ему можно было и посреди и ходить и не потерпеть ничего, но потому что если бы он всегда так поступал, то не поверил бы, что он был человек, но пошли бы за призрак. Посему теперь он удаляется и таким образом подтверждает и удостоверяет, что он человек и поражает всех, которые говорят, что он воплотился призрачно, как то Манеса, Маркиона, Василида и подобных. В других же случаях, когда он находится среди убийц, злоумышляющих на него, и остается невредимым, он показывает, что он Бог и постыжает Павла Самосадского и всех уверяет, что он был не просто человек, но и Бог. Теперь он уходит в Галилею. Так как не наступило еще время страдать, то напрасно и излишне было обращаться ему среди врагов своих и тем подавать повод к усилению их злобы. Было, поставление кущей. О праздниках, совершаемых его идеями, нужно заметить следующее. Их было три. Один праздник Пасхи, который они совершали в память выхода из Египта, и он у них был первый, главный. Другой праздник Пятидесятница, который они совершали в память избавления от бедствий пустыни и вступления в землю обетованную. Тогда они в первый раз вкусили хлебных плодов, почему и в праздник сей приносили колоссия как начатки. Третий праздник поставления кущей, которые они совершали благодарность за собрание плодов. По римскому счету в сентябре месяце. Тогда они благодарили Господа за то, что собрали все плоды, почему и устроились скини или палатки, и веселились, как бы живя на поле. Некоторые говорят, что и некоторые псалмы Давидовы 80-й и 83-й, имеющие надпись о точилях, составлены Давидом именно на сей праздник. Тогда они наполняли свои виноградные тиски, собирая виноград, и благодаря за он употребляли эти псалмы и другие служащие выражения благодарности. Например, Псалом 8-й. Ибо и в нем пророк упоминает о благах, дарованных человеку Богом. Праздники сие имели и другое значение. Пасха означала наш переход от неверия к вере. Пятидесятница вступления в церковь, как бы в иную землю обетованную, в которой мы также вкушаем хлеб, причащаясь к божественных тайн. Мы не тотчас вкушаем хлеба, какой веруем, и перейдем от неверия, но должны прежде креститься и удостоиться о стоянии в церкви вместе с крещенными, и тогда уже причаститься хлеба. Поставление кущей означало воскресение, когда соберутся все плоды наших дел, а хижины наши, тела, разрушенные смертью, снова восстанут. Братья его как бы так говорят, мы не в добрую сторону понимаем поведение твое, ибо если ты творишь такие дела, как добрые, то яви себя, если же ты скрываешься, очевидно, скрываешься потому, что делаешь худое. Для чего евангелист из пятимесячной деятельности ни о чем другом не рассказал, кроме чуда над хлебами и беседы Господа к насыщенным, но неблагодарным, и опустив прочее, сказал, приближался праздник иудейский постановления кущей. А что он умолчал о делах совершенных в течение пяти месяцев, видно и следующего. Когда Иисус совершил чудо над хлебами, тогда была Пасха, которая совершалась в месяце называемом у Римлян Мартом, а у иудеев первым месяцем. Теперь же поставление кущей, которое совершается по-нашему в сентябре. Почему же евангелист так поступил? Потому что говорить обо всем по порядку было невозможно, и иначе евангелисты старались говорить о том, из-за чего со стороны иудеев выходило какое-либо порицание или противоречие. Любови их к истине достойно удивления. Они не стыдятся говорить о том, что по-видимому навлекает на учителя их некоторое бесславие. Так и сей евангелист, опустив многие чудеса и речи Господа, повествуют о неверии братьев и о том, что они порицали его. Откуда же в них такое неверие? От произвола и зависти. После распятия и мнимого бесславия свидетельствуют за него, став апостолами, проповедниками и архиереями. Значит, они непререкаемо увидели его воскресшим. Ибо если бы они не получили твердой уверенности в его воскресении, они не предали бы себя на смерть ради его. Иоанна 7, 6, 8. На это Иисус сказал им, Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы поедите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Толкование. Братья, завидуя Господу, обвиняют его в боязни и тщеславии. Не настало еще мое время, то есть время страдания и смерти, а для вас всегда время. Вы, хотя всегда пребудете с аудеями, они не умертвят вас, как имеющих одинаковые с ними стремления, а меня, как увидят, что пришел на праздник, тотчас решаться убить. И мир, то есть заботящийся о мирском, не может ненавидеть вас, как одинаковых с собой, а меня ненавидит, потому что я обличаю дела его, ибо обличение весьма смелое всегда порождает ненависть. Порождает ненависть. Итак, братьев посылает на праздник, показывая, что не нуждают оставаться с ним, если не хотят. На двоякое обвинение, возносимое на него, в боязни и словолюбии, делает и двоякое оправдание. Против обвинения в боязни говорит, что я обличаю дела мира, то есть грех, кое заботится о мирском, а я не обличал бы, если был бы боязлив, как вы думаете. Вопреки обвинению в словолюбии не принуждает их оставаться при себе. А если бы он был виновен в словолюбии, не отстал бы их, не отослал бы их. Ибо словолюбивые и горделивые стараются напротив иметь многих последователей. Две вины приписывали ему. Естественно, два оправдания и противопоставил он, показывая, что мнение их слабо. Слова «Мое время еще не исполнилось», означает, что еще не время быть распятым и умереть. Мне нужно еще жить во плоти и сотворить больше чудес, и высказать больше учения для того, чтобы больше народа приготовить к вере, и учеников более утвердить через явление больших чудес и через учения. Иоанна всем все. Все. Вообще, .